Здравствуйте, меня зовут Аня Элисон, я парамедицинский косметолог и основатель клиники Мисс Элисон. Сегодня я хочу с вами поговорить об уходе за кожей. Первое, что нужно знать при уходе за кожей, это, конечно же, ваш тип кожи. Как его можно определить? Подходите к зеркалу и смотрите на свою кожу. Если у вас есть много черных точек и иногда выскакивает где-то прищик, скорее всего, у вас жирная кожа. Если вы подходите и не видите эти черных точек, и кожа более стягивается, то, скорее всего, у вас сухая кожа. Есть еще кожа комбинированная, это когда в основном в этом районе есть черные точки, а в этом районе более сухая кожа. Теперь, когда мы определились с типом кожи, можно уже подбирать уход за кожей. Мы будем с вами подбирать сегодня ежедневный уход за кожей, ультимативный уход. Это препараты, которые вы просто обязаны иметь в своем уходе. Итак, начнем. Встаете с утра. Первым делом вам нужно, конечно же, умыть кожу. Желательно делать это с мылом. Есть джели, есть кремы, есть очень много, что можно себе подобрать. После того, как вы умыли кожу, и она чистенькая, можно наносить дневной крем. Дневной крем стоит подбирать по типу кожи. Итак, если у вас жирная кожа, то подбирайте крем на более водянистой основе. Потому что у вас и так достаточно кожи вырабатывает жир, и ей нужно более увлажняться, а не добавлять этого жира. Если у вас кожа сухая, то тут с точностью наоборот. Нужно добавлять больше жира. Поэтому крем, который вы будете выбирать, он должен иметь более жирную основу и немножечко воды. Когда у вас комбинированная кожа, вы можете выбрать просто обычный хороший крем. Скорее всего, это будет 50% жира, 50% воды. После крема, перед тем, как вы выходите на улицу, обязательно нужно ставить крем, который защищает от солнца. Ведь солнце, а тем более израильское солнце, очень сильно влияет на старение кожи. Итак, после того, как нанесли защитный крем, вы можете идти по своим делам, на работу, с детьми, гулять. Прошел весь день, возвращаетесь домой, сняли макияж. После этого можно наносить ночной крем. Ночной крем обычно будет активный. Он будет помогать коже отшелушиваться, убирать какие-то мертвые клеточки с кожи, помогать ей регенерироваться, помогать ей восстанавливаться и выглядеть более здоровой, более живой и более ухоженной. Какие виды активных веществ может содержать этот крем? Он может быть с пептидами. Пептиды – это мелкие-мелкие частицы, которые нашей коже помогают восстанавливаться. В принципе, они дают тот сигнал клеткам вырабатывать коллаген. Коллаген – это упругость нашей кожи, которая и держит кожу более упругой, более подтянутой. Может этот крем также содержать альфа-кислоты. Это фруктовые кислоты. В основном они помогают отшелушивать мелкие-мелкие частицы кожи. Есть еще ретиноловая кислота. Ретиноловая кислота помогает регенерировать кожу, она помогает вырабатывать коллаген, и она также может высушивать кожу. Кстати, ею тоже пользуются при лечении акне. Итак, на этом, в принципе, мы закончили ультимативный уход за кожей. Минимальный уход, который кожа обязана получать, чтобы хорошо выглядеть. Кроме этого, есть еще уход, который можно сделать раз в неделю. Это пилинг. Вы можете выбрать пилинг, который основан на мелких частицах, или кислотный пилинг. Пилинг помогает тоже коже регенерироваться и сбрасывать мертвые клеточки. Желательно включить в уход, в недельный уход, маску для лица. Маску обычно подбирают тоже по типу кожи. Если кожа более сухая, более жирную маску. Если кожа более жирная, то это может быть маска, которая увлажняет. Если вы не уверены, какую маску вам нужно подбирать, всегда берите увлажняющую. С нашим с вами солнцем в Израиле увлажнение никогда не помешает нашей коже. Конечно, как вы знаете, существует огромное количество косметических ингредиентов. Это могут быть витамины, это могут быть серумы, это могут быть какие-то еще активные частицы и активные добавки в крема, маски или пилинги. Чтобы подобрать именно уход, который подходит именно вашей коже, помимо ежедневного ухода, который мы с вами разобрали, всегда можно обратиться к косметологу, который подберет уход именно для вашей кожи. Все, что мы с вами сегодня обсудили, относится к здоровой коже. Если есть у вашей кожи саборея или какая-то чувствительность, то, конечно, лучше посоветоваться с профессионалом. Завтра я вам вышлю на почтовый адрес еще один дополнительный подарок, который поможет вашей коже быть здоровой, красивой и молодой.